ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Белгороде на национальном первенстве они тоже не остались без медалей. Настя Братчикова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки, а Павел Петров был третьим в пневматической стрельбе. Выступали на российском турнире теннисисты Удмуртии. Финал его прошел в Верхней Пышме Сыровской области. Приняли в нем участие более 400 спортсменов не старше 16 лет. Ну а лучшие строители тела Удмуртии собрались в это время на сцене Дворца культуры «Интеграл». Чтобы поразить своими пропорциями, строгое жюри и огромную армию фанатов. Героев турнира по бодибилдингу и бодифитнесу Мистер и Мисс Фитнес 2014 поймал на 1-го апрельский крючок наш корреспондент Дмитрий Варановнин. Сенсационная новость, которая прилетела из-за океана буквально за 5 минут до того, как атлеты вышли на сцену. Губернатор Калифорнии и бывший чемпион мира по бодибилдингу Арнольд Шварценеггер, питающий нежную любовь к Удмуртии, выделил две вайлдкарт. На мировой чемпионат Мистер Олимпия. Для победителей нашего конкурса в Лос-Анджелес надо будет ехать уже через неделю. Победители, ребята, занявшие первое место, они получили это почетное право. Я думаю, что... Не только Россию, а Удмуртию на Мистер Олимпия. Это первые участники, и это круто. Я думаю, что конкурентов они там не будут, все золото будет наше. Я думаю, что просто увидев наших победителей и победительницу в этих номинациях, конкуренты трусливо сбегут, я уверен. Еще и за кулис на развешивании. Коленки от этой информационной бомбы ни у кого не задрожали. Наоборот, местные строители тела взяли на абордаж строгая жюри и сотни болельщиков. Взяли с ими качественными интерпорциями, пластикой и артистизмом. И особенно старалась Ольга Веленская, девушка, бывшая ижевчанка. Сейчас живет в Нью-Йорке и очень активно занимается бодифитнесом. На турнир попала, преодолев онлайн-видеокастинг. 21 век ведь на дворе. У меня сейчас и так много друзей в новом городе, в новой стране. И тем более спортивных друзей. Поэтому вот эта атмосфера спорта в онлайн-группе, она очень помогает держать себя в форме. Все они очень разные, но на протяжении всего проекта их объединяло одно желание – достижение совершенства собственного тела. И пройти пришлось через множество соблазнов. Было ограничение в диете. Для меня особенно тяжело было отказаться от сладкого. Но сегодня нам разрешили уже сейчас перед выступлением съесть немного горького шоколада или зефира. Поэтому я счастлива. Итоги турнира устроили всех. Обладательницей титула мисс фитнес стала ижевчанка Юлия Шадрина. На втором месте ее земляшки Ксения Толчина и Анна Стерхова. Новый мистер фитнес Никита Томин. Призеры Антон Муримарданов и Арсений Паркачев. А теперь переместимся на лыжные трассы, где вот уже в 16-й раз прошли открытые городские соревнования на призы Тамары Тихоновой. Об истории этого турнира, его результатах и, конечно же, о юных звездах, которые не скрывают, мечтают об олимпийских наградах – наш следующий видеоматериал. В 98-м году соревнования в Ижевске прошли в первый раз и собрали около 150 участников. Инициатором их проведения тогда стала Татьяна Пензина. За это Тамара Ивановна ей очень благодарна. На турнире Тихоновой выросли сегодняшние звезды лыжного спорта Удмуртии. Такие, как Лилия Васильева, чемпионка страны в Тюмени 2014 года. Есть уже и новые таланты. Очень хорошие девочки. 98-го, 99-го, Иванова, Снежана, Сибга Тулина, Резида, Вика Гловацких. Вот именно с моей школы я очень рада. Я просто верю в этих девочек. На параде Тихоновым ребятам рассказывают всегда свою историю победы. Как начинала тренироваться, как мечтала выиграть свою первую олимпийскую медаль. Я хотела под лыжем, под колодком, придумать какой-то моторчик и выиграть золотую медаль олимпийскую. Юных ребят это вдохновляет. Они так же, как и Тихонова, верят, что мечты сбываются. Им очень нравится лыжный спорт. Ну, не надо никакой там моторчик, не надо, ну, жильничать, а надо иметь, ну, силу воли и укрепление в победе. Мне нравится спискаться с горок, там адреналин такой. Больше нигде такого не испытываешь, да? Нет. Гонки в своих возрастных группах выиграли Екатерина Соколова, Виктория Гловацких, Егор Трефилов и Тимофей Чичегов. Тамара Ивановна их лично наградила. А еще она пообещала, что, возможно, в следующем году в программе турнира Тихоновой появится еще один вид эстафета. И последнее. В Вижевске подведены итоги Всероссийской универсиады по хоккею. Напомню, принимали участие в ней 9 вузов страны. Победителями стали студенты Тюменской области. Серебро досталось атлетам Татарстана, бронзо – омским спортсменам. Это все. До встречи завтра.